влияние духа блуда что это значит мир вам друзья приветствую вас на блоге виктор обуслов познания и сегодня мы говорим раскрываем тему духа блуда как он говорит действует его тактика и стратегия если стратегия это долгосрочный план это разрушение любых взаимоотношений человека то тактика это краткосрочные шаги которые помогут ему достичь и более мелких цель такая тактика как влияние духа блуда это искушение человека искушение человека через вли влияние на него также и греховной мыслью слово влияние нечистого духа это когда на человека как бы со стороны давит действует определенный нечистый дух через другого человека может просто посылать мысли или использовать греховную плоть в человеке для увеличения эффективности. Дуб луда также может действовать. Человек, который пришел к Богу с верой в Иисуса Христа и исполнен Духа Святого, не может быть одержим. После Дня Пятидесятницы все дети Божьи имеют в себе Духа Святого. Исполненные Духа Святого и иметь внутри еще нечистого Духа не могут. Нечистые духи не могут быть вместе с Духом Божьим. Поэтому Сатана и нечистые духи только со стороны пытаются влиять на человека. Дьявол и его духи никуда не спешат. Они всегда ждут удобного момента. Духи блуда ждут кризиса взаимоотношений. Именно в этой ситуации делают атаку. Любая ссора и маленький кризис это своего рода болезнь у человека. И в это время он слаб. И во время этой слабости дух блуда атакует, влияет на нас. Присоединяйтесь к нам, когда мы обсуждаем и раскрываем тему блуда. Мы исследуем, как он говорит и действует. Его тактику и стратегии. Дух блуда действует напрямую через мысли и коственно через друзей. Их единственная цель разделения и отделения. Узнайте о духе блуда, похоти, духовных атаках, влиянии нечистых духов и греховных мыслях. Найдите освобождение и волю Божью, подписавшись на наш канал. Раскрытие тактики духа блуда. Как он действует, я атакую. Существует атака в двух направлениях. Во-первых, напрямую через мысли. Во-вторых, через друзей. Зачем духу блуда нужно разрушать? Это его сущность. Это его жизнь и он не может иначе. Например, как рыба. Мы же не спрашиваем, почему она живет в воде и дышит жабрами. Она такой создана и нам ее не изменить. Она так живет. Это рыба. Так и дух блуда. Это его сущность. Это его жизнь. Он не может иначе. Он, конечно, был создан для других целей. Но после падения с неба вместе с сатаной, он изменился и стал злым духом. Сейчас, в наше время, он такой, какой есть, и его не изменить. Он так живет. Это дух блуда. У человека, пока он живет на земле, есть дар от Бога. Это право выбора. Выбор быть с Богом или жить без Него. И этот дар действенен только при жизни человека на земле. Когда человек закончит путь на земле, выбора не будет. Останется только одно. Или гиенна огненная, или жизнь в присутствии Бога в Царстве Божьем. В теле Христовом. Поэтому Бог всегда и до сих пор позволяет людям жить на земле. Он ждет, что его дети раскаются. И дает им шанс спасения до последнего. Это его любовь. Жаль, что многие принимают это время милости и милосердия жизни на земле и используют на грех. Но Бог дает шанс каждому. Так вот, уже сейчас у духа блуда уже нет возможности что-либо изменить. Да, он и не сильно переживает. В злых духов и духа блуда даже и мысли не приходят что-либо изменить. Это их естество. И их ждет в конце времени гиена огненная в отделении от Бога. Влияние духа. Цель – наши взаимоотношения. В духе блуда мы помним, что у них есть одна цель – разделение, разрыв. И основная сфера – это отношения. Например, можем взять брак, семью, бизнес и работу. Взаимоотношения в духовной семье и принадлежность к духовной общине, церкви. Цель этих духов – это уничтожить человека через разрыв взаимоотношений с кем-либо. Мы уже научены опытом, что разрыв взаимоотношений всегда приносит боль. И практически всем участникам, всех сторон. И бывает, что человек может остаться один до конца жизни. А вы встречали таких людей, кто вышел из вашей общины, церкви и перестал вообще посещать церковь? Да, вроде бы. Что тут плохого в этих духах? И что они делают плохого? Бог любит людей, человека. Каждый человек хочет создать семью, жить во взаимоотношениях с друзьями, церковью, для общения с Отцом Небесным. Духи блуда это все разрушают. И это основная цель. А тактика – это влияние духа. Четыре состояния духа человека – влияние. Мы уже говорили про одержимость духом блуда. И на самом деле таких людей очень мало. И вы за всю жизнь можете не встретить такого. Конечно, если вы уже давно в церкви, то вы встречались с такими. Не знаю почему, почему-то таких людей тянет церковь. Имею в виду, эти люди пересекаются обязательно с духовной общиной или церковью. Вообще существует четыре состояния духовной жизни человека. Во-первых, свободный. Во-вторых, раб греха. В-третьих, под влиянием. В-четвертых, одержимый. И на все эти состояния существуют подкасты. Если интересно, подписывайтесь и слушайте. Сегодня мы говорим, что значит быть под влиянием духа. Это когда дух говорит через кого-либо или напрямую давит на человека через посылаемые мысли. Это так, к слову, под влиянием. Но это состояние также влияет и обстоятельства, место и время. Но об этом мы и говорим в последующих подкастах. Подписывайтесь и смотрите плейлист «Одержимость влияния духа», чтобы не пропустить много интересного. Влияние духа на вас через человека. Во-первых, обратим наше внимание на обстоятельства. Это играет очень важную роль. Например, возьмем семью. А дух плуда действует на разрушение взаимоотношений в семье, развод и оставить людей одинокими, ранеными и в одиночестве. Представьте, если в семье строятся хорошие отношения, прощение, радость, особенно если вся семья посещает регулярно церковь, то очень трудно подойти к такому человеку. Но даже в такой семье бывают трудные моменты. Так вот, духи блуда. Они духовны. И время принимают по-разному с нами. Эти духи спокойно ждут кризиса взаимоотношений. Они не спешат. Помните, Словом Божьем написано? Откроем первое послание апостола Петра, 5 глава, стих 8. 8. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра, 5 глава, 8 стих. Собственно говоря, дьявол и его духи никуда не спешат. Они всегда ждут удобного момента. Духи блуда ждут кризиса взаимоотношений. Именно в этой ситуации делают атаку. Любая ссора и маленький кризис – это своего рода душевная болезнь у человека. И в это время он слаб. И во время этой слабости дух блуда атакует, влияет на нас. Атака в двух направлениях. Во-первых, напрямую через мысли. Во-вторых, через друзей. Рассмотрим более детально эти атаки. Победа над грехловным мышлением. Понимание духовных атак похоти. Это когда у человека кризис взаимоотношений. У человека, будь то семья, церковь, бизнес. Духовный мир это знает. И в это время будут приходить мысли. Все бросить, разорвать, все взаимоотношения. Развод. Идти в другую церковь. Или бросить партнера по бизнесу и делать самому. Но это ловушка. Чтобы не попасться в эту ловушку сатаны, важно знать свои приоритеты в жизни. И самое главное – это то, что думает на это Бог. Какое видение на вашу жизнь имеет Бог. То есть воля Его. Посмотрим пример из Библии. И на диалог Иисуса Христа и апостола Петра. Откроем Евангелие от Матфея, 16 глава, стихи 22-24. И отозвав его, Петр начал прикословить ему. «Будь милости к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру. «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись в себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Это Евангелие от Матфея, 16 глава, стихи 22-24. «Когда Петр отозвал Иисуса Христа и попытался отговорить Его, то как отреагировал Господь? Он сказал, он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана». Почему он так решил? Ты мне соблазн. Почему соблазн? Потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». То есть через Петра сатана пытался надавить на Господа и изменить решение Иисуса Христа, изменить волю Божью на жизнь Иисуса Христа. Сатана пытался внушить Господу человеческую волю, а она была. Помните в Гефсиманском саду, как Господь молился в Евангелии от Матфея, 26 глава, стих 39? «Отойди, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Евангелие от Матфея, 26 глава, 39 стих. Воля Отца Небесного Господь увидел, что это говорит не Петр в том, что ему предлагалась не воля Отца Небесного, а другая, не в зависимости чья, своя, друзей, учеников. И основная цель Господа на земле – это исполнить волю Отца Небесного. Это видно, если читать это место из Писания, до этого стиха и после, то есть в контексте, а именно сейчас. Господь начал своим ученикам напрямую говорить о том, что ему предстоит много пострадать. Влияние духа блуда, когда он будет посылать мысли о разрыве взаимоотношений, но смело можно устоять, зная волю Божью на свою жизнь. Именно что и как Бог смотрит на эту ситуацию. Следите со своими мыслями, желаниями и всегда сверяйте их с тем, что говорит Бог через слово свое. Не знаете волю Бога? Помолитесь и спросите. Попросите у Духа Святого, чтобы Он показал вам. И Дух Святой обязательно напомнит вам через жизнь Иисуса Христа о Нем и Его волю. Скажите аминь, друзья. Если к вам приходили мысли и искушения, когда-либо, поставьте лайк нам для свидетельства. Победа над греховным мышлением, понимание духовных атак похоти. В это время, когда дух блуда будет вам посылать мысли, искушать у вас, будут также и душевные переживания. Так как нечистый дух и дух блуда сотрудничают с греховной плотью человека. У вас будет, я говорю пример, в момент кризиса взаимоотношений, мысли попадать на развод, оставить церковь, разорвать отношения с бизнес-партнером. И в это же время, при этой мысли у вас будет ложное чувство радости. То есть вы представите, как вы будете жить без своего партнера. И эти мысли будут сопровождаться чувством свободы и радости. Но это все ложное, навеянное греховной плотью. Раскручивать такие мысли и это представлять – это грех. А если сделаете, вследствие них это приведет к смерти и может довести до гиены огненной. Откроем для примера Нагорную проповедь Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи с 27 по 29. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену». Это Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи с 27 по 29. «Смотреть с вожделением». Стих 28. «Смотреть на женщину с вожделением». Тут мы сильно не будем говорить о похоти и вожделении. Мы еще будем говорить на эту тему на нашем блоге. Так что подписывайтесь, чтобы лучше узнать Духовный мир и нас в нем. Тут Господь говорит, что мужчина смотрит на женщину с вожделением. Слово «вожделение» – это смотреть на женщину, представить так, что возбудиться от этого. А это, как говорит и учит Господь, уже грех. Не просто смотреть и разговаривать с женщиной, а именно раскручивать в мыслях до возбуждения. Так вот, и Дух блуда может и будет помогать вам представить и прочувствовать в партнерстве с греховной плотью, ситуацию развода, перехода в другую церковь, так, кинуть партнера по бизнесу, что вам сильно захочется это сделать. Но это ловушка. Этот разрыв пронесет вам огромную боль и изменения в вашей жизни. Если вы хоть раз имели такое нечистое предложение в браке, церкви, в бизнесе, поставьте лайк, чтобы и мы знали, что мы не одни. Сегодня мы путешествовали во времени. Сегодня в этом подкасте я, наверное, закончу. Сильно много материала. Чтобы лучше и детально это описать, я разделю на две темы. Эта тема – влияние духа блуда лично, через мысли. А следующий – поговорим, как этот нечистый дух говорит через друзей. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит Слово Божье о похоте, воле Божьей. Более того, мы еще много будем говорить на темы духовного мира и о похоте, духах неверия, табакокурения, алкоголизме, сплетнях и многое другое в плейлисте «Одержимость влияния духа». И самое главное – о Боге, Иисусе Христе и Духе Святом. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. С вашего разрешения я сейчас заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили Слово Откровения Духа Святого? Конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Друзья, когда вы ставите «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, вы помогаете служению спасения и распространению в Слово Божье. Аминь. «Мне нравится». Духа Святого Пармянули одеяне utilizают «Мне нравится».